Здравствуйте дорогие друзья, не важно как меня зовут, потому что это новый канал. Сегодня поговорим о препаратах, которые являются ПАФ, ПАФ это в переводе психоактивные вещества, но в то же время они являются лекарствами, то есть таблетками, тому все подобное. Для начала я вам расскажу в первом выпуске о таком препарате, как Алпразолам, он же Ксанакс, по модному, то есть по зарубежному. И конечно же его близкий друг, он же в Америке называется Клонопин, в России называется Клонзипан. Итак, в этом выпуске мы поговорим о Ксанаксе Апразоламе. Вот так пью сок в маске, вы ничего не подумаете. Так, ну что, поехали. Потому что в этой маске невозможно практически дышать, прорези они так в глазах, я вас вижу, вы меня не очень, да, надеюсь. То есть, почему, собственно, я решил скрывать свое лицо, потому что много людей меня знают. Хотелось бы как бы афишировать, это мой второй канал, вот, и не хотелось бы афишировать всю информацию. Начнем с того, что в России Ксанакс официально не продается. Его можно купить только через Даркнет, только за бешеные суммы денег, то есть это, конечно же, навар, это барыги, и это не стоит того. Если вы действительно испытываете панические атаки, если вы испытываете тревожные расстройства, или же вам надо сняться с каких-то более тяжелых вещей, например, того же алкоголя, этанола, этилового спирта. Алпразолан, 1 миллиграмм, это действующее вещество, соответственно, действующее вещество Апразолан, действующее вещество в Ксанаксе тоже Апразолан, но, к сожалению, в России с некоторых пор перестали выпускать Апразолан. Апразолан, хотя очень многие психиатры и психотерапевты очень лестно отзываются именно о Ксанаксе, потому что Апразолан считают они более-менее качественной версией. Апразолан 1 миллиграмм. Собственно, что вам надо о нем знать? Вам надо о нем знать, что его не нужно переедать, не нужно принимать более трех недель, иначе вы попадете в сильнейшую зависимость с обстинентным синдромом от Ксанакса и Апразолама. Апразолам это Ксанакс, просто действующее вещество, он у нас выпускает органика такого-такой. Апразолам, его можно купить в аптеках только по рецепту врача. Поэтому никому рекомендую, короче, всем рекомендую только, если у вас есть панические атаки, если у вас тревожное расстройство, если вам некомфортно, идите в ПНД, не бойтесь встать на учет, вас там не поставят. Потому что, если у вас не шизофрения, если у вас не какая-то там сильная болезнь, если у вас тревожное расстройство, вам ВИП выпишет Апразолам. Но, повторяюсь, эпизодически, не больше трех недель, не больше месяца, потому что привыкание к этой вещи очень сильное. Ну что же, поехали дальше. Следующий препарат, бинодезепиновый. Считается, считается, что он кланезепан, он же кланопин в Америке, да? У нас выпускает его Польша, фирма Польфа. Вот, она не шутит 2 мг, а есть 0,5, да? Ну, 0,5 это детская дозировка, хотя для тех, кто ни разу не принимал, эта 0,5 дозировка покажется очень сильной. Вот. Но для тех, у кого реально панические атаки, у кого тревожное расстройство, я не рекомендую ни в коем случае принимать его самому. Рекомендую не ПНД. Рекомендую найти вам частного врача. То есть, ну, какая-нибудь клиника, да, допустим, там, Док-Док или так далее, ну, то есть, Абия и прочие центры есть там. Тоже очень даже частные врачи, ну, где-то в районе от полторы тысячи за прием до трех, они вас примут, они вас выслушают, и они вам выпишут, например, Клонозипам или тот же Абразлан, Таджикстанекс, они вам выпишут ненадолго, так что вы не думайте, что вы там что-то это. Если у вас есть серьезные проблемы, пожалуйста, обращайтесь к частному врачу, потому что ПНД, потому что ПНД, это, так сказать, бюджетная фирма, ПНД, это, как бы, бюджетная организация, то есть, там работают врачи, которые очень мало получают, они на бюджете, да, и они, честно говоря, советские закалки и немного шарят, то есть, мало шарят, да. А врачи, которые работают в частных клиниках, они, конечно же, не просто там так работают, да, потому что они, как бы, знают больше, они разбираются лучше, и я на своем примере в этом убедился. Поэтому сегодня выпуск был о бензодиазепинах, о их сильной зависимости, но о их чудесных свойствах. Если вам плохо, если вы чувствуете тревогу, панические атаки, идите, идите к врачу, не откладывайте, не мучайтесь, главное, это качество жизни. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»